Сначала перебои, а затем интернет и мобильная связь вовсе исчезли. Жители оккупированной Херсонской и части Запорожской областей теперь отрезаны от информационного пространства Украины. По данным Госпедсвязи, причина – обрыв оккупантами оптоволоконных магистральных линий и отключение от энергоснабжения оборудования операторов. Проблемы, возникшие одновременно у всех операторов мобильной связи, а также у поставщиков фиксированных интернет-услуг – ничто иное, чем очередная попытка оккупанта оставить украинцев без доступа к правдивой информации о ходе войны, которую развязала Россия против Украины, и сделать свою лживую пропаганду безальтернативным источником информации, как это делается в самой России. Захват Херсона и области полностью повторяет крымский сценарий, как и 8 лет назад при оккупации полуострова. По данным разведки Великобритании, Херсон стал стратегически важен для России. После захвата Южного Херсона в начале марта Россия пыталась легитимизировать свой контроль над городом и прилегающими территориями путем установления пророссийской администрации. Недавние заявления этой администрации включают объявление возврата под контроль Украины невозможным и объявление о четырехмесячном переходе валюты с украинской гривны на российский рубль. Политолог Владимир Молчанов – один из тех, кто смог покинуть оккупированный Херсон, говорит отсутствие связи с Украиной и вакуумом в информационном поле – сильный психологический удар по местным жителям, которые с первых дней полномасштабного вторжения выходили на митинги против России. Однако сейчас там отключили даже украинскую банковскую систему. А это значит, в городе и области не работают терминалы и обналичить деньги невозможно. Перестали работать трекеры и во всех магазинах таким образом терминалы отключены. И всякая торговля за украинскую гривну таким образом стала невозможной, кроме наличных, которых очень мало, которые, естественно, все будут беречь. Если от идеи проводить референдум в Херсонской области отказались, то лишь потому, что ее планируют объединить с оккупированным Крымом, чтобы контролировать Каховскую ГЭС и грабить фермерские хозяйства, вывозя из области зерно. Предпочитают Херсонщину присоединить к себе и получать деньги на ее реинтеграцию, с одной стороны, с другой ее грабить. Вывозят зерно, грабя просто фермеров под угрозой оружия, вывозят сельхозтехнику. Следующим этапом, наверное, начнут вывозить удобрения. Ну и остается будет смешно, когда они вывезут насосы, в том числе с того канала, который им воду в Крым будет подавать. Херсонцы отрезаны от Украины. Русские перекрыли пути выезда через линию фронта. Безопасных зеленых коридоров нет. И эвакуация больше спонтанная, чем организованная. У тех, кто не хочет жить в оккупации, единственный выход – выезжать через Крым и Россию. Потому что жить в условиях вражеского информационного доминирования многие не захотят, а тем более без источников существования. Украина оккупацию своей территории не признает. Еще нужно воевать и направлять все силы, чтобы выгнать оккупантов. Мы это сделаем. Украина будет свободной. Будут освобождены и Херсон, и Новая Каховка, Мелитополь, Бердянск, Днепрорудное и все, все остальные временно оккупированные города и общины, в которых оккупанты изображают из себя будто бы хозяев. По последним данным, покинуть только сам оккупированный Херсон планирует около 120 тысяч человек. Наталья Белокудри, Евгений Кармазин из Днепра. Специально для телемарафона Freedom, канал UA.